Вечер на восьмом, и мы распочинаем. А сегодня будет девовыжный вечер. Исхак, я вас витаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Я вас тоже витаю. Очень рады, что вы приняли наше приглашение. Сегодня вы с нами и со всеми нашими зрителями. Да, очень я тоже рад этому. Потому что я уже здесь, надо радоваться. Потому что я это принял месяц назад, когда я думал, что у меня такой классный будет свободный день. А знаете как? Вот-вот есть свободный день. Потом он заполняется, 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 заполняется. И в последние буквально дни появляется что-то неотложное, что надо по-любому сделать. И вот у меня сегодняшний день получился именно вот таким. То есть раньше было только... Вот месяц назад стояло восьмой канал интервью. Ну классно. Пустой день и одно интервью. Круто. А сегодня просто календарь взрывается. Но я с вами, я с вами уже обещал, надо делать. И пусть эти 20 часа будут очень концентрированными и для нас, и для зрителей. У нас традиционный вопрос для всех наших гостей. Есть ли у вас какие-то секреты, как снять усталость после рабочего дня? Как переключиться? У меня есть примерно 85 секретов, как снять усталость. Давайте спрошу. Давайте выберем топ-8. Моя профессия заниматься инструментами для развития всю мою профессиональную жизнь. Одна из главных тем это как ставить цели. Я написал книжку, как ставить цели. Я там провожу тренинги, как ставить цели. Мне казалось, что я знаю все. И вот буквально сегодня я изучил новый метод, как ставить цели. И я этим занимаюсь больше 10 лет. И я сегодня узнал что-то новое. Меня прямо это очень обрадовало. Я тут же написал письмо по всей своей базе. Говорю, друзья, есть тема, которая реально вам поможет. А нам это что-то новое расскажете? Про цели тоже расскажу. Я очень вдохновлен. Это очень интересная тема, которая много объясняет людям, почему они не ставят цели. Или почему они ставят и не достигают цели. И как сделать такую цель, чтобы ее все-таки достигнуть. Это важнейшая тема. Может, у меня откликнулось каждое слово, которое вы сказали. Но это важнейшая тема для человека. Это реально цели управляют нашей жизнью. То есть, вначале человек ставит цель, а потом все формируется вокруг этой цели. Я идея. Первое, нужно переключиться. Первый способ, который я советую всем делать, это после рабочего дня сделать небольшую зарядку. 10-15 минут. Это может быть ходьба, бег, дыхательные упражнения, упражнения на гибкость. То есть, через физическую активность ты переключаешься с одного мира, грубо говоря, на другой мир, на свой домашний мир. И в перерыве ты делаешь то, что называется зарядка. То есть, ты заряжаешься для того, чтобы вечером не прийти, упасть, и как труп лежает, да? А именно ты зарядился и приходишь домой для того, чтобы посвятить время семье, близким, каким-то своим делам запланированным и так далее. Себе как минимум. Да. Самое, то, что самое простое, работающее и полезное, это зарядка. Я считаю, надо сделать утром зарядку. Какие-то специальные упражнения? Нет, я считаю, что человек должен периодически менять упражнения, которые он делает, потому что к одному ты привыкаешь, тебе скучно, уже оно тебя не развивает, и ты через 2-3 недели меняешь на что-то другое. Потом ты позанимался, позанимался, оно опять уже, ты к этому притерся, ты опять делаешь что-то новое. То есть смысл физических упражнений, ты выходишь из зоны комфорта, из привычного своего состояния, в зону легкого стресса, в легкий дискомфорт. Организм в этот момент включает какие-то механизмы адаптации и происходит восстановление, развитие там и так далее. То есть спорт работает так, что ты должен выйти из зоны комфорта, в зону дискомфорта и потом адаптироваться к этому дискомфорту. Происходит развитие. А большинство людей почему спортом не занимаются? Никто не любит дискомфорт. Они все хотят, чтобы было все время в комфорте, полегче, полегче. Но чего они добиваются? Они убегают от легкого дискомфорта и в итоге приходят к тяжелому дискомфорту, болезни и так далее. Я пришла. Мы пришли с дыма. Мы выбрали такой себе, знаете, шлях. Нам гарно. Да, но я считаю, что человек должен, если он рационально подходит к своей жизни, то он выбирает для себя дозированный дискомфорт от дисциплины, чем огромный дискомфорт в конце от неуспешной жизни, от нереализованности, от недостигнутых целей. Потому что, в принципе, любые цели достигаются через дискомфорт. Зарядка. То есть чудодейственную силу имеют обычные спортивные упражнения. Приседания, планка, отжимания. Да, да. Главное, чтобы ты, главное, понять принцип. Ты должен выйти из зоны комфорта. И когда ты чуть-чуть вышел из зоны комфорта, организм вынужден включить процесс адаптации. Но до того, как он включит процесс адаптации, то подсознательная часть включает процесс убегания. Потому что дискомфорт никто не любит. Поэтому большинство людей, они, о, зарядка, не-не-не, лучше. И они сразу. Там есть блинчик на столе. И когда ты это осознаешь и понимаешь, ты начинаешь любить дискомфорт. И ты любишь вот эти вот, ну там, даже вот те, кто уже разбираются, кто в теме, да. То есть ты получаешь за минимум времени максимум дискомфорта, чтобы недолго там делать зарядку. То есть у меня зарядка длится, например, удренняя зарядка, ну там, 5-7 минут. Но я за 5-7 минут получаю такую дозу дискомфорта, выхода из зоны комфорта, что это меня включает, как будто бы я был час в спортзале. То есть минимизируешь время. Ну то есть, но это уже надо, это такое. Вечерняя тоже 5-10 минут, да? 5-10 минут достаточно, но тут нужно именно чуть-чуть нагрузиться, нагрузиться. Там я очень люблю дыхательные упражнения. То есть можно, вот человек, например, когда он сильно устал. Давайте попробуем. Делитесь секретами. Ну смотрите, есть в дыхательных упражнениях, есть два разных процесса. Есть процесс замедления дыхания, это расслабление. То есть ты уходишь в расслабление, восстановление. Можно идти в эту сторону. Вот после рабочего дня ты, значит, выдох, расслабься. Присоединяйтесь к нам. 10. Вот это такое, как бы, ворота в медитацию. Вот вы тоже еще хотели на эту тему поговорить. Ты не готов? Абсолютно. А не, медитация это состояние, когда внимание погружено в свой внутренний мир. То есть что такое медитация? Медитация это, когда человек, свой фокус внимания, ну свое внимание, да, вот сейчас вы меня слушаете. Обычно человек, его внимание, оно... Везде. Везде, да. В медитации человек свое внимание направляет на свое тело и на себя же. То есть он как бы зацикливает свое внимание только на себе. То есть нам представить, как мы внутрь погрузились. Представлять ничего не надо, нужно просто почувствовать свое тело и понаблюдать за своим дыханием. Просто внимательно понаблюдать за своим дыханием. И когда ты на выдохе просто наблюдаешь, как идет этот выдох, на вдохе просто наблюдаешь, как идет вдох, и ты буквально минуту просто наблюдаешь за своим дыханием, ничего не надо не представлять, а просто наблюдать. просто как идет процесс дыхания как с каждым выдохом тело расслабляется и как на вдохе воздух так интересно что человек обычно этого не осознает но как вдох и наполняется легкие тислородом и на выдохе уходит из тела воздух и тело расслабляется и вот если две минуты буквально понаблюдать за своим дыханием то внимание переключается на внутренний мир и это называется состояние медитации то есть ты просто наблюдаешь ты вниманием вошел внутрь себя дальше когда ты вошел внимание внутрь себя ты можешь уже управлять своим внутренним миром и это называется уже какие-то управляемые там медитации но просто если ты хочешь расслабиться то можно на выдохе делать такой спокойный долгий выдох и на выдохе говорит себе слово расслабление расслабление вот если говорит слух говорить мне про себя и просто наблюдать все внимание вдох выдох и на выдохе расслабление и опять спокойный такой вдох наблюдая за своим вдохом и на выдохе слова расслабления если пять минут это делать тут или засыпаешь если организму действительно нужно он он устал он уже был на пределе своего ресурса то если ты пять минут расслабляешься то ты засыпаешь я там и не пробовал обзор вот если ты это делаешь хотя бы там два-три раза в день вот можно ты поработал 50 минут и потом ты сделал это упражнение ты каждый час восстанавливаешься кстати интересно что у многих людей потребность курить связано именно с процессом переключиться и расслабиться то есть момент когда человек курит это в принципе те же самые дыхательные упражнения и та же самая медитация то есть он задумался он погрузился в свой внутренний мир ему нужно время побыть с собой только что же только она да только это вредит а можно делать то же самое но без сигареты вдох выдох расслабление вдох выдох расслабление исхак скажите бласка як вернуть нам на то либо и добрый раз уйдёшь теперь теперь вернуть обратный обратный процесс когда человеку нужно больше энергии на периодчик потренировался и побегал там по тренировался покачался как он дышит мы так пасхийцы понимаем и он ему нужно больше кислорода но если ты сидишь просто после рабочего дня и ты сделаешь ты не сделал упражнение ты не устал как бы вот резко но ты просто начинаешь осознанно дышать надышался сделал 30-40 до у тебя произошло то есть ты набрал ту энергию которая в этот момент она тебе дает бодрость то есть если ты устал ты так подышал ты восстановился но если ты не устал а так подышал то ты создал себе избыток энергии то есть нам право подыхать да 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 я буду зарядиться интенсивней бодрее 20 вдохов и начинает вставлять кислорода больше глаза блестят ой ях добра я не им без вина да это так можно гостей запросить это это один из 85 способов они такие все действия как переключиться второй способ переключиться это сесть где-нибудь взять там чашку чая или кофе например и открыть дневник когда человек ведет особенно от руки пишет свой дневник это помогает ему перезагрузиться осознать вот он может подвести итог прошедшего дня вот все взял открыл дневничок выпил чашечку кофе вот итог моего дня сегодня день прошел так-то так-то было у меня интересных событий то-то то-то важных было то-то то-то вот это вот я бы сделал по-другому все прописал закрыл день сегодняшний закрыл дневник и начался следующий этап выводы тоже да 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 я веду дневник это очень тоже классная вещь именно писать от руки именно в блокноте это очень очень такая продукты в этот же дневник попадают наши цели и планы у меня это один и тот же дневник то есть в нем есть на первой странице мои главные цели то есть может нужно обязательно делать там в начале года процесс осознания как прошел год что ты хочешь в этом году в следующем достигнуть и написав себе там две три главных цели на год я советую каждое утро начинать с того что ты читаешь вот эти свои цели главные и потом исходя из этого планируешь свой день что ты должен каждый день что-то делать для достижения своих целей и это на первой странице дневника у меня написано мои цели главные на год и некие мои правила по которым я хотел бы строить свою жизнь да то есть есть некие правила которые я для себя выбрал что мне это важно но так как эти правила я выбрал сегодня мне там 45 лет уже но не сегодня именно в этот период моей жизни а у человека им управляют большинством людей управляет их прошлое причем это прошлое которое там 100 летней давности программы которые их воспитывали бабушки дедушки какие-то там вообще совершенно не проверенные знания и человек который в течение дня живет в обычном режиме хаоса такого до информационного хаоса тут позвонили там позвали тут то он очень часто делает вообще не то что ему надо делать он забывает про свои цели забывают про свои какие-то уже современные какие-то правила а он действует на автомате исходя из прошлого и вот задача вот смысл написать на первой странице именно свой выбор я хочу быть таким у меня моя одна из основных программ называется новый я тачек он создает нового себя он говорит вот это старая это старая которого создавали другие люди воспитатели учителя родители там но все кому не лень пытаются в ребенка вложить частицу своей жизненной мудрости да все эти советы бывалых во дворе там какие-то друзья это сам ну то есть понятно что большинство людей которые дают советы они вообще не понимают жизни но ребенка формируют именно такие люди я очень люблю рассказывать анекдот ребенок приходил из детского сада и месяц приносила не лепили козлов из пластилина козлов и родителям уже стало интересно почему они все время любят этих козлов так значит пошли выяснили оказалось что воспитательница была в процессе развода с мужем отдохи да как они все козлы она подружки по телефону объясняла дети в это время спрашивали что нам делать она говорила лепите козлов дети и они месяц лепили козлов пока нажаловалась подружки на мужа человек который на меня сильно повлиял это мой был первый тренер по плаванию в пять лет меня дали родители плавания и мне попалась тренер чемпионка европы по плаванию и она была чемпионкой она такая прям я на всю жизнь я запомнил лариса петровна медведева и была фамилия прям кричала я помню что все ты должен стать чемпионом чем вы родился чтобы стать чемпионом человек должен там лучше умри или стань чемпионом то есть она реально была фанатка да то есть только фанаты становятся чемпионами но таких людей единицы обычно люди не чемпионы они передают свой жизненный взгляд на мир тише едешь дальше будешь много хочешь мало получишь там то есть обычно люди передают вот эти неработающие схемы они передают их следующим поколениям и поймите диты про все эти охранцы я хотел спросить кем в детстве то хотели быть только спортсменом потом мне было интересно когда начал исследовать как устроен человек как работает голова мне было интересно проанализировать свою жизнь в сознательном уже больше 30 лет когда лишь понял что то что то моя жизнь меня не устраивает понял я я понял что мне уже за 30 лет и я не понимаю как и улучшить да то есть мои знания я уже точно понял 30 годам что они не работают я осознал что то как я жил до этого момента меня привело к неудовлетворительным результатом жизни я начал искать учиться и начал анализировать свою жизнь и значит получилось так интересно что родители мне отдали пять лет в спорт из-за этого я всю жизнь мечтал быть спортсменом чемпионом мира из-за нее мечтал стать именно чемпионом я до 21 года занимался спортом я был профессиональный спортсмен интересно что в садике в детском саду у меня нашли в это время талант к балету и меня родители один раз отвезли в хореографическое училище харьковская на экзамен я помню я так запомнил этот день тоже что сказали у меня такой талант к балету и я такой талантливый все но родители несмотря на все мои плач и истерики сказали мы тебя на балет возить не будем это далеко не сказали бассейн рядом с домом я так стал пловцом и спортсменом слава богу сейчас я думаю слава богу что они меня не отдали в это хореографическое училище но я бы балерун как я себе не представляю балерун хотя кто знает вы говорите к 30 годам не удовлетворительные результаты какие были не удовлетворительны к чему вы ну чего достигли к 30 годам к 30 годам я достиг того что пробовал очень много всего и нигде не добился больших высоких результатов 30 годам у меня не было денег у меня не было здоровья уже не было да потому что профессиональный спорт это вещь травматичная у меня все болело мне были какие-то травмы там надрывы раз ну то есть профессиональный спорт это оставил у меня очень много травм у меня не было денег у меня не было счастья у меня не было самореализованность я не знал чем я хочу заниматься вот так вот полностью посвятить себя я не знал у меня была потребность быть чемпионом ну и спорта но я не знал даже близко где могу стать чемпионом в какой сфере у меня полностью сломалась система мировоззрения потому что я в 26 лет стал религиозным человеком а до этого был был обычным там спортсменом до из нерелигиозной семьи а тут я стал я понял что богом бог управляет миром я стал религиозным но я не не мог себе представить что я проживу всю жизнь вот среди вот ну профессионально религиозных людей которые занимаются только этим да есть ну есть мир в любом деле есть мир любителей есть мир чемпионам чемпиона это профессионалы в религии то же самое есть мир людей которые верят что есть бог но они как бы любители как люди верят что зарядка полезно смотрят футбол по телевизору то есть любители спорта но сами они ничего не делают есть мир профессионалов которые являются там спортсмены или это священники там монахи какие-то да те люди которые посвятили себя этому но я в религии себя тоже не увидел меня старший сын уже родился религиозным этот период вот вам материальный мир не интересует у него нет телефона у него нет смартфона его не интересуют деньги его интересует только служение богу столько вопросы связанные святость там и так далее он живет вот в таком ну вот именно стерильно духовном мире и он и прямо ничего не хотел бы о ну там я бы даже хочу вот посмотри там что тогда на телефоне горит я не хочу смотреть что у меня голова не ну не была засорена вот этими всеми картинками образами которые мне была чистая голова которая посвящена только вот ну духовным вещам но таких людей единицы мне кажется все таки основная масса народа это те которые вот приходят к этому этапу как раз 30-35 лет и ну психологи это называют кризисом среднего возраста если есть в 30 лет кризис есть уже в 40 лет 30 лет мне кажется мне кажется мне 44 будет 44 лет 27 мне 27 руки это тоже кризис я хочу к тому подвести что как в этот период сделать инвентаризацию себя и понять что тебе надо делать нового я о кризисе до человеку плохо ему нехорошо и этот когда жареный петух клюнул человек ищет выход то есть кризисы как раз нужны для того чтобы искать выход обычно человек где ищет выход он ищет выход там же где и зашел в этот кризис он пользуется теми же самыми инструментами которые ну например у чек там 30 лет ему или там 40 лет он у него кризис в отношениях значит он думает как мне значит решить этот кризис начать новые отношения потому что у него в принципе но из знаний о отношениях у него есть только начало отношения и конец и конец отношений потом у него кризис он опять начало отношения конец отношений но если он пользуется тем же инструментом которым он вошел в кризис, какого у него будет результат. Такой же. И главное для человека, который хочет реально выйти из кризиса, понять, что надо учиться. Что надо учиться, что если он будет пользоваться теми же знаниями, которые его привели к кризису, то у него шансов нет выйти из кризиса. Ему нужно получить некое новое знание о жизни, о этой сфере, где у него кризис. И это знание нужно получить от тех людей, у которых нет кризиса. Те люди, которые преодолели кризис, те люди, которые помогли другим преодолеть кризис, эксперты. То есть в любой сфере есть эксперты, ученые. То есть у людей есть разные миссии, у каждого есть чему-то талант. И есть люди, которые ученые. Мне попался ученый, я искал ученого, я молился Богу, чтобы Бог меня научил, как мне выйти из кризиса. И он мне показал, есть такой Стивен Кови. Стивен Кови был профессор нескольких американских университетов. Он был религиозный человек и он всю жизнь изучал эффективность. Эффективность это максимальное использование своего ресурса для того, чтобы достигать цели. Он изучил все, что было написано в мире о эффективности за всю историю человечества. И написал книгу, называется она «Семь навыков высокоэффективных людей». Где он объяснил, как должна работать операционная система человека, чтобы он максимально эффективно прожил свою жизнь. Но как прочитать и это все реализовать, а не прочитать и оставить на полочке? Я изучил его систему и столкнулся с тем же, с чем вы столкнулись, что ты читаешь, понимаешь, но ты не можешь измениться. И тогда я начал искать инструменты в психологии, которые позволят мне взять знания и вставить себе в голову. Оказывается, есть системы управления памятью, например. У каждого человека идеальная память. Флешка. Большинство людей не умеют ее управлять. Это факт. То есть у каждого человека идеальная память. То есть возможности памяти безграничны. Просто нас в детстве не обучили, как ей пользоваться. И мы пользуемся абсолютно… Нелегой. Компьютер и на компьютере только там открывать его, играть в шарики. Все, да. То есть я просто… А что там еще и программы есть? Там что есть? Вот это то же самое. У человека есть уникальная память. И есть, если встроить туда систему управления памятью, а этому научиться может абсолютно любой, то можно запоминать, например, там список из ста слов. Можно за три месяца выучить любой язык. То есть это доступно каждому. Когда я нашел уже то знание, которое я увидел, что оно работает, я изучил, как работает мозг, начал изучать, что взять это знание и вставить себе в голову. Все, я вставил 7 навыков себе в голову. Дальше все просто. То есть человек должен выстроить себе свой жизненный путь. Я выстроил себе свой жизненный путь. Дальше человек должен приобрести навык. Первый навык у него – будь проактивным. Будь проактивным – это значит, возьми на себя ответственность за свою жизнь. Все, что с тобой происходит, это ты. Ты это сделал, и ты должен жить нереактивно. Там тебя позвали, ты ответил. А у тебя должна быть своя система, и ты должен, как атомный крейсер, идти по своему пути. Второй навык – это действуй только видя конечную цель. Ты не можешь действовать, если ты не знаешь, для чего это тебе надо. Третий навык – это дисциплина. То есть нужно научиться делать нужные вещи в нужное время. Что такое дисциплина? Ну это же так сложно. Это можно. Это сложно, пока ты не знаешь, как это делать. Человек, который не умеет водить машину, он смотрит со стороны, да, и думает, блин, это так сложно. Я до сих пор так думаю. А когда человек умеет водить машину, это ему не сложно. То есть он вообще не думает, как везти. Он научился уже, да, вообще. У меня такая ситуация с лыжами была. Пять лет не могла поехать, а потом поехала. А потом купила лыжи и поехала. Ну был еще момент, когда ты едешь, тебе страшно, ты учишься, а потом… Страшно падаешь. В этом году это сработало, когда я на подъемнике ехала 40 минут. И, ну, делать особо нечего. Сильный ветер сидел с закрытыми глазами. И я еду, я себе представила, как я поехала. То есть я ощутила, как я уже спускаюсь. И я ощутила вот эти эмоции, как я понимаю, как управлять лыжами. И я спустилась с подъемника, встала на лыжи и поехала. И пять лет не могла поехать. Это один из таких простых способов, как учиться. Когда ты визуализируешь, когда ты представляешь. И ощущаешь, чувствуешь уже результат, когда ты умеешь это делать. Вот, то есть всему человек может научиться. Все, что может один человек, может другой научиться. То есть нет таких вещей, которые вот кто-то умеет делать, а мы не могли бы научиться. Нам просто одному нужно чуть больше времени, другому чуть меньше времени. Здесь же еще существует такой момент, что, а, вдруг это не мое. Что? Чтобы не затягивать, допустим, это не мое. С чего мы начали? Вот то, что я узнал сегодня. То есть, опять же, давайте я расскажу про цели. Это очень полезная информация, дико полезная. Как человек ставит цели? Когда человек ставит себе какую-то цель, он говорит, вот, он же придумывает себе. Он же не знает, что будет в будущем. Он сидит и размышляет. Вот, что мне надо сделать, чтобы быть счастливым? Хорошо себя чувствовать, грубо говоря. Это как бы главный стимул ставить цели. Сидит человек и думает, так, что же мне назначить себе как цель? Вот, в каком направлении двигаясь, я буду там счастливый, обеспеченный и так далее. А можно так, например, на мании? Я ставлю цель в 35, я могу, да? В 35 я могу стать президентом? Да. Вот, в 35 я могу стать президентом, да? Например, да. В 35. Вот ты себе ставишь цель, почему ты ее ставишь? Потому что ты думаешь, что если ты в 35 станешь президентом, то ты будешь счастлив. Ну, а зачем еще быть президентом, правильно? Ну, в нашей Украине не так. Ну, а в любой Украине. То есть человек, он ставит себе цель, надеясь, что когда он ее достигнет, он будет счастлив. Он будет счастлив. То есть, а зачем еще ставить цель? И вот сидит человек, значит, он думает. Так, если я себе поставлю цель очень большую, ну, такую прям большую-большую. Я же не знаю, как ее достигнуть, да? Я не знаю, как ее достигнуть. Скорее всего, я ее не достигну. Он думает, и я вместо того, чтобы стать счастливым, я буду неудачником, я, ну, там, не достигну свою цель, время потрачу зря. И он думает, нет, это значит слишком большая цель. Не буду президентом, буду мэром города. Мэром города тоже можно не стать, Кличко еще. Ну, то есть, он же... Поеду в провинцию. Поеду в райцентр. Потом, а в райцентр уже не хочу. Ну, то есть, это совсем не то. Блин, опять без цели. Дальше он думает, так, ладно, хорошо, какую же цель поставить. Ладно, заработать миллиард. Та же история. Миллиард это много, вдруг не получится. Миллион это мало. А тут Кличко мэрммистов. 100 тысяч потом, а 100 уже как-то и не хочется, что вы тогда будете сейчас напрягаться. Ради чего эти лишние телодвижения. И плюс, да, непонятно как. Опять же, опять идти в мэры придется этого... А это дело грязная политика. Ну что ж, вообще не сплата. И в общем, почему так выходить у людей? Вот, человек гоняет вот эти вот свои, ну там, это все виртуальная реальность. Потом, если он никакую цель не поставил, тогда во что превращается его жизнь? Как молекула хаотичная. Хаотичная реактивная, там позвали, здесь позвали. Тут, опять же, я не говорю, что это плохой вариант. Потому что есть, например, вообще другой подход. Есть же подход в жизни не ставить цели. Буддисты, например. Они говорят, вообще все фигня. Они знают, что я буддист. Да, да. И буддист саму супу. И так заранно. Верь в себя, потом пойми, что ты ничто и верь в ничто. Да, да. И в итоге он, просто ты плывешь, как-то идешь в потоке, радуешься потоку. Тоже вариант, кстати, неплохой. То есть ты не ставишь цель и под нее подгоняешь реальность. А ты цель подгоняешь по то, что у тебя есть. То есть ты хочешь то, что у тебя есть. Ну, что-то в этом есть, да. Прикольно, да? Это круто. Я начинаю себя знаходить. Да. А я все-таки в цель повыше хочу. Вот, теперь тот, кто ставит себе цель повыше, он создает неудовлетворенность с сегодняшним положением. То есть он создает некую растяжку. Я буду счастлив, когда приду туда. Теперь, ну, путь к цели, путь к любой абсолютно цели, он идет через выход из зоны комфорта. Ты же сейчас не там, тебе же надо, чтобы туда попасть. Тебе нужно приобрести новые знания, новые навыки, работать, конкурировать с кем-то, бороться с людьми. Да, там, ну, куча всего. И все это головняк. Одним словом, все это дискомфорт. Теперь получается, что ты хочешь кайфануть, когда достигнешь цель. Вместо этого ты получаешь боль, страдания. Ну, то есть тебе приходится бороться. И никто тебе не дал гарантию, что ты туда придешь. И никто тебе не дал гарантию, что когда ты туда придешь, ты будешь счастлив. Ну, вот на этом этапе многие отпали. О, да, да. Это вот теперь вот, что цель нужна человеку для развития. Без цели нет развития. То есть цель заставляет тебя выйти из зоны комфорта и начать развиваться. Вот если ты ставишь себе цель стать президентом, да, она заставляет тебя помогать каким-то людям, что-то делать. То есть ты начинаешь двигаться из-за этой цели. Становишься мощнее, сильнее, лучше. Потом, даже если ты не стал президентом, но ты стал там самым ярким ведущим на самом ярком канале. То есть почему? Потому что... Это уже на сегодня этап. Теперь вот, секунду. Вот сегодня то, что я узнал у этого миллиардера Рей Даллион. Он говорит так, что люди путают цели с желаниями. Угу, и с мечтами. Да, есть у человека желание, это то, что я хочу. Это не ты хотел, это ты хочу кайфануть. У человека есть два мозга. Один мозг рациональный, то, что правильно делать. Другой мозг эмоциональный, который хочет только, ну, кайфовать и избегать страдания. Да, есть рациональный мозг. Рациональный мозг, это что делать правильно, то, что нужно делать. Ну, то есть рациональное мышление. Он у всех есть, но им не все пользуются. Я разумею. Ну, так бывает. И даже те, кто им пользуются, они им пользуются редко, потому что, когда человек устает, он по-любому проваливается на эмоциональный. Эмоциональный никогда не выключается. Он более, это как сильное животное внутри человека, которое хочет кайфовать и хочет, чтобы меньше было страданий. То есть любое животное, оно боится и хочет кайфовать. Все, вот его цель. И у человека внутри есть это животное, на него надето рациональное мышление, умение мысли, там, воображать, стратегический план и так далее. Это такая внешняя надстройка. Потом, но если нельзя, но хочется, то что? То можно. Сразу все стратегические планы ружатся. Устал человек, у него рациональная часть засыпает, и он опять действует эмоционально. Выпил 50 грамм, рациональная часть вырубается моментально. То есть алкоголь ее рубит. То есть даже у самого рационального человека эта рациональная часть периодически слетает. Теперь, если человек ставит цель, исходя из своего желания, хотелка, да, то есть я хочу кайфануть, и вот я когда достигну этого, у меня будет много кайфа, то тогда, значит, ставит эту цель как бы его животное. Да, вот эта животная часть. Теперь, но это животное, оно же неуправляемое. Пока ты идешь к этому президенту, тебе понравилась там Мария Ивановна, там... Мария Ивановна, это все мое. Вытеды, в точку. И это животному, в принципе, может он президентом стать, что Мария Ивановна, Мария Ивановна приятнее намного. Возле успешного мужчины всегда Мария Ивановна. Да, это, но по факту, если ты ставишь не цель рациональную, а хотелку какую-то, то у тебя вот эта твоя животная часть, она или убежит в какую-то другую сторону по ходу, или испугавшись трудностей, она... Дай заднюю. Да, да заднюю, потому что ты когда хочешь получить удовольствие, а у тебя по пути одни страдания, то страдание же сильнее, чем удовольствие. И ты съезжаешь. Теперь, ну если ты поставил цель рационально, ты для себя сел, там думал неделю и говоришь, я понимаю, что это тяжело стать президентом, я понимаю, что это дискомфортно, и чтобы туда прийти, мне придется преодолеть столько страданий, и столько мне придется пахать, там, и так далее. Я понимаю, что став президентом, никакой радости от этого не получу, потому что это реальный головняк, это ответственность, это враги. Но это реально страшная ответственность, подписать приказ о войне, да, обычному человеку убить там кого-то, это сложно, а когда ты подписываешь приказ на войне, на который поднимут десятки тысяч людей. Ты это все взвесил, и ты рационально говоришь, я не хочу быть президентом, это не мое животное, хочет там власти, кайфа там, и чтобы у меня Мария Ивановна за мной бегала там. Мария Ивановна, что она вас зацепила? Ну, образно, да. А мне хочется, я считаю, что для меня правильно стать президентом, несмотря ни на какие проблемы, которые меня ждут, я считаю, что моя миссия там, и я должен страну эту вывести там в лучшую страну в Европе. Вот в этот момент, если ты поставил себе рациональную цель, и ты знаешь, что тебе придется преодолеть много страданий, тогда у тебя появляются шансы ее достигнуть. Поэтому хотелки, в них нет энергии, а рациональные цели, если человек, но он должен, опять же, он должен знать, что любая цель без исключения достигается только через страдания. Только через выход из зоны комфорта, преодоление сложностей, любая цель, нет вариантов. Я так для себя разумею, все доброе, распручься. Да, не хочу быть президентом, хочу быть владычицей морской. Ты и так на юге. Ставишь себе какую-то цель, достигаешь ее, и кажется, ты будешь самым счастливым, а в этот момент пустота. Да. Это нормальная реакция? Да, да, почему пустота? Потому что, во-первых, ты придумал, что ты будешь счастливым, то есть ты не знал, что ты будешь счастливым. Ты, когда ставил цель, ты же не знал, как будет. Ты себе задумал, что я буду счастливым. Потом тот человек, который ставил эту цель, он был один человек. Вот, например, человек ставит себе цель, стать там директором компании. Ну, например, вот он ставит цель. А он сейчас пока менеджер, он только пришел на работу. И он думает, вот классно, буду я директором, буду я, значит... Мария Ивановна, зайдите, пожалуйста. Да, 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 на длинной машине все. И он начинает пахать, работать, начинает он там ставить рекорды, он начинает зарабатывать. И он уже добрался до замдиректора, да, а у него уже есть не Мария Ивановна, а Татьяна Петровна. У него уже есть, ну, когда он был менеджером, у него не была машина, у него уже есть машина. И, в принципе, у директора машина чуть-чуть лучше. И он уже, в принципе, благодаря тому, что он стремился стать директором, он уже прошел такой путь, что сейчас, когда он стал уже директором, даже он стал директором, он говорит, что изменилось в моей жизни? Ответственности больше стало. Да, то есть, но он уже сравнивает с собой пять минут назад. Он благодаря той цели, которую он себе поставил, он прошел весь этот путь, он вырос, он стал другим человеком. Тот, кто ставил эту цель и тот, кто ее достиг, это два разных человека. Это два разных человека. Цели нужны для того, чтобы расти. Когда ты ставишь себе цель, ты как бы в GPS сбиваешь адрес, ты вынужден измениться, то есть, ты должен приобрести какие-то новые силы. Чем больше трудностей ты преодолеваешь, тем ты сильнее становишься. Мощность растет, опыт растет, знания растут. Все, ты достиг эту цель, а ты уже великан. То есть, когда ты ее ставил, ты был карлик, когда ты достиг, ты великан, и для тебя эта цель уже что? Вчерашний день, проводя на этап. Ставим новую. Ставим новую. А скажите, как на первых порах, оцем таким лилипутиком, чтобы до великана, смусить себя, мне кажется, это страх, смусить выйти из зоны комфорта? Ну так, мы сидим, я все-таки про президента, потому что я знаю, у меня есть план. Давай другую. Я люблю президента. Хорошо, не президента. А почему нет? Нам выгодно, пусть будет президентом. Почему? У нас есть уже влияние на него. Это нам знакомый. Это нам выгодно. Хорошо. Дивите, и я понимаю, что, например, первый крок, треба, чтобы про меня люди дизнаются. Треба, как вы говорили, так, из ваших слов, пойти допомогти, бабусе заборчик, там сказать, что все будет. Карусель какую-то поставить, песочница. Карусельку, деткам там, песку где-то сделать. Как себя вынудить, когда я никогда этого не делал, а хочется. Как, когда сручно, мне с Наталей, у нас наимоверные гости, мне комфортно, а сейчас я буду идти в народ. Понятно, что все новое, что ты делаешь, оно дискомфортное. Значит, ты начинаешь по чуть-чуть. Вначале помог Наталье, Наталье помог. Ты начинаешь помогать, то, что чуть-чуть за пределами твоей зоны комфорта, но не сильно. Потом, это первый вариант, и ты по чуть-чуть раздвигаешь, все время ты рационально себе говоришь. О, отлично, чем больше дискомфорта, тем больше я расту. Множество есть инструментов. Главное, чтобы человек захотел и осознал вот эту простую вещь, что без дискомфорта ты не можешь расти. Или ты будешь трудиться ради своих целей, и ты самодисциплиной заставишь себя делать то, что ты хочешь для своей цели. Или ты будешь всю жизнь работать на других людей, которые все равно тебя будут заставлять работать. Но ты не вырастишь. Вот когда я достигаю своей цели, иду, точнее, к цели, и у меня бессонная ночь, и когда круглосуточно ты думаешь о том, что как... Это я вышла из зоны комфорта? Да, да, да. Ага, супер. Успокоит немного. Потому что я думала, это наоборот, указывает на то, что не туда иду, или может быть что-то неорганизованное. Это все правильно оказывается? Это правильно. То есть когда человек работает, трудится, он растет, он становится сильнее. Главное все равно, чтобы это не было как белка в колесе на одном месте. То есть для того, чтобы расти, нужно каждый раз узнавать какие-то новые схемы и учиться. Ну, чтобы видны были хотя бы результаты, что действительно рост есть. Увеличивать профессионализм, пробовать новые техники, какие-то новые вещи. Вот, например, там, Опра Уинфри, яркий пример. Опра Уинфри, она все время там что-то искала, развивалась, она какие-то делала новые вещи. Она занимается, например, сейчас я получаю все время от нее медитацию, она занимается Дипак Чопра, есть такой в Америке человек, именно номер один по медитациям. Вот она с ним вместе делает курсы по медитации, Опра Уинфри. Она очень много развивается, и она была на тренинге у одного из моих учителей, Энтони Робинса, она ходила по углям тоже, там, Опра Уинфри. Она развивается, развивается. То есть человек не должен стоять на месте. И у нее действительно выход на каждый этап был через сложность, через психологический кризис, материальный кризис. Я читал как-то ее историю, как у нее был огромный лишний вес, то есть она была, и она с ним боролась, с этим лишним весом, она около пяти лет, она боролась, меняя метод за методом. Метод не сработал, следующий, метод не сработал, следующий, метод не сработал, следующий. Только через пять лет она нашла уже метод, который работал, но она не останавливалась, она не сдавалась. То есть прямо ее личная история у меня есть, где она рассказывала, как она боролась с лишним весом. Пять лет, ну, у него был огромный лишний вес. Она говорит, я как-то сижу и объявляю там бокс какой-то, там, чемпион в тяжелом весе, и называют мой вес. Она говорит, я что, чемпион в тяжелом весе? Ну, хорошо, она не на сумо пошла. Да, в общем, все люди, которые достигают результата в жизни, они борются, они работают, просто они полюбили это. Большинство людей от этого убегают, и они занимаются вынужденно только для их жизни. Ну, а продолжать работать в зоне дискомфорта можно только, если ты искренне веришь в идею и любишь это дело. У тебя, например, я вчера, например, в воскресенье, да, я утром встал, пробежал 10 километров, значит, пробежку, устал вообще. Потом провел тренинг, 4 часа у меня был тренинг, потом поехал там, ну, поздравил друзей. То есть я считаю, что вообще у меня есть система, называется моя личная, формула работающая жизни. У человека должна быть какая-то часть времени каждого дня посвящена увеличению ресурса. То есть у каждого из нас есть ресурс, знания, энергия, навыки какие-то, да, это ресурс, то, что человек, чем он владеет. То есть вторая часть — это результаты, то есть нужно стремиться к каким-то целям и получать результаты. Но эти результаты иногда и ресурс дают, когда они наполняют энергией. И человек, когда у него есть цели, он стремится эти цели достигать. И по ходу к целям он все время получает какие-то результаты. Но он должен, если у него ресурс остается один и тот же, он ресурсы истощает. Он все уже не может, закончился там физический ресурс, да, может он уже выдавать результаты, не может. он должен восстановиться, а если восстановился, он куда он восстановился, опять до того же уровня, на котором был, опять он пашет, 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 без остановки, заболел, истощился ресурс, опять восстановился, выздоровел, и так бесконечно, это с одной стороны он работает, но с другой стороны развития здесь никакого нет. Чего делать? Чего делать, значит он задумывается и говорит, я хочу стать в два раза мощнее, мне нужно в два раза больше выносливости. Это мы сами себе говорили? Да, да. Мне нужно в два раза больше какой-то там энергетики какого-то уровня. И часов в сутках тоже хочется в два раза. Часов невозможно. То есть можно работать только со своей энергией, со своей силой и с тем, с приоритетностью, на что ты это тратишь свое время. То есть времени у всех одинаковое количество. Как удвоить энергию? Находишь методы, идешь, значит, там можно йогой начать заниматься, можно бегать начать, можно там другими какими-то способами, да. Но ты развиваешься, то есть ты как бы ты себя вначале должен нагрузить больше, чем ты обычно загружен, да. Когда человек выходит бегать, он устал вроде бы, да, то есть он как бы потратил энергию. Но он включил процесс создания буфера, да, запас энергии. Он побегал месяц, у него в два раза больше энергии, у него организм изменился. Увеличение ресурса идет через дискомфорт, поэтому большинство людей от него убегают. Потому что ты же вроде растешь, а результата-то нету, а результат приходит потом только. Потом ты ресурс накопил, и он переходит в результаты новые. Вы когда-то были ленивым? Я и сейчас ленивый, я страшно ленивый. Вообще, я ничем от других людей не отличаюсь. Десять километров за рамки, тренинг. Я тогда ленивый 80-го уровня. Я вынужден, я вынужден это делать. То есть я понимаю, что если я буду делать то, что вот краткосрочно приносит удовольствие, да, то есть лень это краткосрочное удовольствие. Лег полежал, потупил там, побуханул чуть, да, потом кальян покурил. Ну такое вот ты. И так тебе бах, и 70 уже три руки. Что мне так делать? То есть краткосрочно ты как бы получаешь больше удовольствия, а долгосрочно ты проигрываешь. То есть я вынужден действовать, работать там и так далее, выдумывать все вот эти вот хитрые способы, как себя стимулировать. Потому что я ленивый. Я реально ленивый. Вы сами собой мотивуете. Давайте сейчас мотивационный какой-то месседж, как избавиться от Лени, как вот ее чуть отодвинуть, и все-таки, чтобы она дала возможность что-то делать. Потому что я тоже жутко ленивый человек, жутко. Не надо избавляться от Лени. Нужно добавить себе вначале 5 минут в день обязательной зарядки. Вот проснулся, зарядка. Потом эти 5 минут тебя меняют чуть-чуть, ты становишься более энергичный. Дальше ты добавляешь еще 5 минут изучения украинского языка. Ну, например. Потом, то есть ты выстраиваешь свою жизнь, и ты вот прямо выстраиваешь свои новые ритуалы, новые привычки. И потом, если ты встроил в день там 2 20-минутных перерыва на спорт, у тебя есть создался избыток энергии, и ты не можешь уже лениться. Тебя прет уже без остановки. Если ты пообещала говорить на украинском и в день читать по стиху, а если не прочту стих, 1000 гривен штрафа. Нужно себе ставить, во-первых, какое-то наказание за это, да? Это хорошо. Только, может, не перед собою, перед людьми. Перед людьми, конечно. Бо с собой так. Можно завжды домоваться. Да, да. Только перед людьми, и тогда это, то есть, чтобы был дискомфорт от того, чтобы делать и развиваться, чтобы он был меньше, чем не делать. Ага, супер. А я думала еще, знаете, себе, да, я буду вот это, вот это делать, а потом себе пообещать, что можно вечером будет полениться. Тоже классно. Это у меня любимая поговорка. Сделал дело, гуляй смело. Супер. То есть, если у тебя заготовлено уже гуляй смело, ну, что-то такое, что ты хочешь там гульнуть смело, то ты должен сделать дело. Сделал дело, гуляй смело. И ты быстрее делаешь все запланированные дела, чтобы потом расслабиться. Все, тоже вариант. Сделал дело, гуляй смело, это морковка спереди. Штраф, это морковка сзади. Да, не сделал дело, то есть тебе морковка сзади. Если сделал дело, морковка спереди. И в том, и в том. И здоровый образ жизни, ты понимаешь, овощи. Морковка. Ну, имеется в виду штраф. Мы поняли. Да, да, да. Наказание, кнут и пряник. Хорошо. Окей, с поразками, как боротись? Бо я зачастую, да, вот мы в нашу разговариваю, заставлять себя, треба понимать. А когда ты сам себя не можешь заставить, заставлять, смотивировать, поразка, все. Как с ними бороться, как его пережить, как его отпустить, что для этого сделать? Например, есть Леонид Черновецкий, например, да, вот как он называет поразки, знаете? Ну, поражение, неудачи. Он называет их победой. Почему он называет их победой? Он говорит, любая неудача, которая со мной была или есть в жизни, он же следователь по образованию, я ее начинаю исследовать. Что я сделал не так? Что меня привело к этому моменту, который мне не нравится? Когда я провожу следствие, я делаю для себя на будущее, как инструкция, как я должен действовать дальше, чтобы такого больше никогда со мной не было. И я себе создаю, как бы, я на этих всех неудачах, поразках, да, я на них учусь. Это для меня опыт. Я их называю своими победами. То есть, если я благодаря ей нашел слабое место в себе и его исправил, это стало моей победой. Дональд Трамп, он называет, называет вот эти вот поразки, он их называет, это вызов, челлендж. Он говорит, если у меня что-то не получается, да, это меня еще больше заводит, и я это добьюсь по-любому. То есть, это у него заднее нет. У него был один проект, он там купил кусок земли, и он судился с городом Нью-Йорк 30 лет. Он судился, он не отступал. И через 30 лет он высудил, чтобы там можно было строить то, что он хотел. Он говорит, меня, когда у меня не получается, меня это только заводит и дает мне силы, и я добьюсь, то есть, вообще всех порву. Это вот два разных подхода. Можно учиться на этих поразках. Слово «кризис» на китайском языке записывается двумя иероглифами. Один обозначает опасность, а второй благоприятная возможность. То есть, когда у меня есть цель, я к ней иду, у меня что-то не получается, это значит, что вот что-то во мне не так, что-то я делаю не так, и мне нужно это понять. И когда я это исправлю, значит, я перейду на следующий уровень развития. Но это мудрость, да, потому что мне кажется, что многие просто опускают руки, не получается, значит, я дурачок. Так везде, везде так будет, везде будет не получаться. Невозможно достигнуть ни одну цель без того, чтобы у тебя 80% действий было впустую. Это закон Паретто. Только 20% действий приносит 80% результатов. О деньгах хочу говорить. Про гроши, да? Я человек меркантильный, бизнес-канал. Мы сегодня говорили об энергиях. Появление денег в жизни каждого – это энергия, денежный поток, или что надо с собой сделать, чтобы они все-таки появились? Есть в этом мире какое-то количество денег. И эти деньги все время ходят. Туда-сюда, между людьми переходят и так далее. Теперь у кого-то их больше, у кого-то меньше. Почему у кого-то больше, у кого-то меньше? Значит, если взять какую-то закономерность, попробовать отследить. И сейчас я говорю о законных способах зарабатывания денег. Хорошо. Я не говорю про незаконные, про преступные. Потому что я верю, что если человек преступно зарабатывает, ну, берет деньги, да, он их украл, он их у кого-то забрал, все равно это ему вернется каким-то образом, или его поймают, он сядет в тюрьму, или его не поймают, но это перейдет… Эти деньги добра не принесут. Для того, чтобы человеку законно от кого-то получить деньги, он должен второму человеку что-то дать. Логично? Да. Логично. То есть, чем больше человек может дать пользы другим людям, тем больше он получает денег. В вашей передаче начали смотреть, там, 20 миллионов или 30 миллионов украинцев, смотреть, пересматривать. К чему это приведет, значит, почему они начнут смотреть, им интересно. То есть, они готовы отдать свое время, чтобы посмотреть передачу. То есть, им это приносит какое-то удовольствие, интерес, ну, и так далее. Хлеба и зрелища. Зрелища. Теперь, значит, вы создали вдруг, создали огромную пользу для миллионов людей. Где здесь деньги? Приходят рекламодатели и говорят, секундочку, давайте мы покажем сейчас вот здесь, здесь и здесь, покажем людям, что они могут получить еще до удовольствия, купив там какую-нибудь булочку, ну, там, какой-то стиральный порошок и так далее. И раз они уже вас смотрят, так пусть посмотрят и рекламу. И когда они купят нашу булочку, там, стиральный порошок или еще что-то, то тогда, тогда у нас будут деньги, а мы вам дадим деньги. Ну, то есть, понятная идея. Вы дали зрелища, вы принесли людям пользу, вы получили деньги. Этот закон, он работает везде. Чем больше ты приносишь пользы, тем больше ты имеешь денег. Но как человек может научиться приносить пользу? Это, я в свое время эту тему год я изучал, исследовал. И, с моей точки зрения, есть четыре пути к деньгам. Четыре пути к деньгам. Давай-то. Записывай. Первый путь к деньгам, он называется предприниматель. То есть, человек с предпринимательским складом ума, он видит вот эти вот возможности. Вот можно здесь что-то создать, там что-то создать. Он придумывает схемы. То есть, у него такое мышление глобальное, да? И он видит некую схему, которую обычный человек не видит. Это называется предприниматель. Второй путь называется путь мастера. Я иду по этому пути, вы идете по этому пути. Ты делаешь какой-то продукт, сам делаешь какой-то продукт. Если ты этот продукт делаешь очень крутым, и ты входишь, тут главное войти в тройку, в первую тройку мастеров. Они кроме своего профессионального навыка, они еще имеют навыки переговоров, презентации, навыки продаж. Любому мастеру обязательно нужно уметь продать свой труд. И они научились каким-то образом вот свой главный профессиональный навык упаковать еще в набор навыков, который позволяет продавать свой главный навык дороже, чем все остальные. Это называется путь мастера. Третий путь деньгам называется путь торговца. Если есть мастера, которые создают товар, и есть люди, которые этот товар покупают, то между ними есть тот, кто их может соединять. За 10%. Торговец. За 10%, за 5%, если ты научился продавать, тогда у тебя всегда будут деньги. Самая востребованная профессия была, есть и будет, это продавец. Они двигают мир, они людям объясняют, что тебе надо купить то, тебе это. Четвертый путь деньгам называется путь помощника. Вокруг каждого богатого человека есть люди, которые ему помогают тратить деньги. Хорошее какое вообще место. Это отличный путь. Женки, любовницы, друзья, односельчане. Всегда вот тот человек, который вдруг начинает подниматься, вокруг него есть целая группа людей, которые вместе с ним начинают двигаться и расти. Это когда-то я эту систему всю для себя разработал. понял, что я научусь быть мастером. Я уже 12 лет занимаюсь именно обучением. То есть моя профессия, это я учитель. Я сам учусь, нахожу классные схемы. Учитель, ученый и продавец знаний. То есть это то, чем я занимаюсь. Но самых два денежных пути, это путь предпринимателя и путь помощника. Предприниматель, я думал, что это вообще талант какой-то, и стать предпринимателем очень сложно. Но вот только в этом году я понял одну интересную вещь, как абсолютно любой человек может стать богатым. У нас этот путь пока не сильно работает, потому что люди опять же не имеют знаний. Но в Америке он работает прямо идеально. Значит, у них любой предприниматель, который создает какой-то бизнес, он в какой-то момент времени, он говорит людям через выпуск акций своего бизнеса, «Помогите мне, дайте мне деньги, и вы станете акционерами, и вы станете частью меня». Например, акции компании Apple стоили там в 70-е годы 20 долларов за штуку. А сейчас они стоят там… Миллионы денег. Ну, 900. Каждая акция там 900 долларов, например, она может стоить. То есть она выросла за эти годы. Тот, кто купил в 70-м году акции на 20 долларов, ну там он купил на 2000 долларов акции, допустим, тысячу акций. А сейчас продал 1000 акций по 900. Это сколько? 900 тысяч долларов. То есть с 2000 у него стало 900 тысяч долларов. Он стал миллионером, считайте, да? Ну, раз это у нас еще не развито, надо у истоков стоять. Да. Человек, который стал акционером бизнесмена, он стал как бы его помощником и стал частью него. То есть то же самое, интересно, что я недавно читал книгу, называется она «Продавец обуви» о создателе компании Nike. Они вышли как раз в одну и ту же неделю. С Apple они вышли на биржу тогда, тоже там в 70-е годы. И тоже акция его стоила 20 долларов, откуда я это супер запомнил, что он, когда его спросили, по чем продавать акции, он спросил, ну, там, какие сейчас на рынке вот выходят компании, ему сказали, что Apple выходит за 20, он сказал, мы тоже будем продавать по 20. Ну, компания Nike. И тоже человек, который был студентом, который, у него появилась мечта. Очень классная книга, кстати. Мне подарили на день народжения, до речи. Расскажите, чтобы я не читал, как ты? Нет, нет, я прочитаю. Мне сказали, прочитай, это нужно. До речи, я вам принесу, хоть первое прочитай, чтобы есть. Да, очень хорошая книга. То, что я сегодня знаю и умею, дает мне сегодня такой-то результат. Теперь я хочу больше денег, значит, мне нужны какие-то новые знания. Как мне узнать, какие знания, какие навыки? Ну, вот так, как узнать? О, значит, если я все-таки кайфую от своей работы, мне нужно найти, кто, занимаясь моей работой, зарабатывает намного больше, чем я. Значит, нужно посмотреть там лучшие украинские ведущие, нужно посмотреть мировые примеры, та же Опра Уинфри, например, которая сумела из телеведущей стать миллиардером. Составить себе список знания и навыки, которые мне нужно приобрести, и вперед заработать. Когда вы поняли, что вам нужно обновляться, поняли, что вот черта, дальше новый я. Сразу себе ставили цели в миллионы подписчиков, в мега крутые тренинги. Поставил сразу эту же цель, потому что я как бы понял, что нужен план. То есть из Стивена Ковья я понял, что жизнь нужно строить по плану. И чем раньше ты сделаешь план, тем больше вероятности, что у тебя получится построить это здание. Да, большое. И мне как-то попалась книга, она называлась «Как стать гуру за 90 дней». В этой книге доказано было, что идеальное самое для человека, который занимается ремеслом, ему нужно стать в какой-то сфере гуру. Ну, то есть общепризнанным номер один. Это гуру, как бы по определению автора этой книги, было стать номер один в какой-то сфере. И он это доказал, что 30% самых богатых людей, у кого есть избыток денег, хотят покупать только у первых трех. То есть для них принципиально, то есть у них избыток денег есть, им экономить не надо. Им нужен престиж, им нужно качество, они хотят, чтобы покупать самое лучшее. Значит, я буду покупать только у первых трех, думают они. Значит, уже 30% денег стекается всего к трем людям в каждой сфере. Там три лучших парикмахера, три лучших повара, три лучших ресторана. То есть они просто поднимают цены, потому что у них спрос повышает предложение. Ну, тоже, хочешь стать лучшим, ну, не будешь же об этом кричать, да? Там была схема, там была схема, как стать лучшим в любой сфере. И там был план, то есть за 90 дней можно было только составить план. Не забыла стать, Гуру, за 90 дней. Это было, что можно уже за три месяца лупануть. Лупануть и грести лопаткой. А нет, это только план. Да, это только план. И везде написано, что чтобы стать лучшим в любой сфере, нужно 10 тысяч часов кропотливой работы в этой сфере. Значит, 10 тысяч часов, это минимум 5 лет. То есть если работать 5 часов в день над своим развитием в какой-то одной сфере, 5 часов в день за год это полторы тысячи часов, ну, там 1800. Значит, за 5 лет это 9 тысяч часов. Когда вы поняли, что цели начинают осуществляться, когда звезды стали клиентами уже и потянулись к вам со знаниями? Да, да, был этот момент 2015 год. С 2006 года и до 2015, 9 лет я работал даже не по 5 часов в день, а по 10 часов в день над своим развитием. Не ездил отдыхать, не кайфов. Ну, то есть не было. Я просто пахал, как Папа Карло и создавал вот то, что с 2015 года начал уже монетизироваться. Я вошел в тройку самых там высокооплачиваемых, признанных специалистов в области обучения, в области образования, краткосрочного образования. И значит, слава богу, вот сейчас я уже собираю урожай, но и двигаюсь дальше. То есть я понял, что опять же то, что вы сказали, что цель нужна была для того, чтобы вырасти. Сейчас мне просто интересно развиваться, двигаться, а как дальше. Вот сейчас я изучаю, например, мне интересно, почему есть в мире две с половиной тысячи человек миллиардеры, да? И вот, ну почему они миллиардеры? Это, ну это нереальный какой-то успех. Я сейчас изучаю мышление миллиардеров. Мне интересно, почему именно эти люди сумели создать что-то там невероятное. А как надо мыслить, чтобы хотя бы миллионером стать? Значит, есть книжка, называется Думай как миллионер. Да ну, Юшкин, вот все читайте, читайте. Я думаю, просто не книжка. А как вы хотите. Я думаю, воно это забава. Нет, нет, нет. Это не воно? Нет, или клад. Я пытаюсь клад найти. Нет, Харль Экер написал эту книгу, называется Думай как миллионер. Думай как миллионер. Да. Но человек, который не готов даже книгу прочитать ради того, чтобы стать миллионером, мы не будем. Починаем знайка, потом миллионер, потом статы миллиардером. В субботу, воскресенье предлагают чтению посвятить. Нет, так не работает. А мы можем? В понедельник. Нет, нет, нет. В коржок, мы можем организовать миллионером. Нет, нет, нет. Вот в том-то все и дело. Смотрите, для того, чтобы, вот вы хотите вырастить цветок. Да. Миллион это не, это не что-то, это, ну это, это деньги. Вы хотите вырастить цветок. Значит, вы пошли на рынок, купили семена и говорите, ну что, давай за ночь расти, три ведра воды я сейчас вылью, за одну ночь я вырачу. Похеколы. Похеколы, удобрения. Нереально, то есть во всем есть процесс. Знания, они не впитываются вот так, ты прочитал и все, и они стали твоими. Нет, ты за, можно читать там 10 часов подряд и ничего не понимать. Или можно понимать, но оно никуда не, то есть нужно читать дозированно. 20 минут в день почитал, 10 минут в день, сделал себе план и потом все остальное время ты внедряешь то, что ты понял. Первое, это 20 минут ты почитал и пока читаешь, ты подчеркиваешь или выписываешь те мысли, которые ты хотел бы взять из этой книги себе. Потом 20 минут закончилось, ты книжку закрываешь и еще раз прочитываешь уже главные мысли, которые ты выписал. Задаешь себе вопрос, вот что я понял, три главных идеи, которые я прям конкретно понял, осознал и хочу взять для дальнейшего пользования на всю свою жизнь. и ты должен сам сформулировать три главных идеи, которые ключевые идеи, которые ты понял за эти 20 минут. Потом ты задаешь себе второй вопрос, что я планирую сделать. Вот я сейчас это узнал, я теперь должен это применить. И ты должен придумать для себя коротенький план, простейший план, что применить, как я могу применить эти идеи прямо сейчас. Не делать, я буду теперь богатым. Нет, я сейчас позвоню Пете, я сейчас сделаю какую-то медитацию, я не знаю, какие-то идеи. Как-то это надо сразу применить. Конкретно по чуть-чуть. Третий вопрос надо себе задать. С кем я поделюсь? Третья П с кем я поделюсь тем, что я узнал? Вот видите, я очень легко рассказываю там фамилии, какие-то цитаты и так далее. Почему? Потому что, когда я узнаю что-то для себя важное и новое, сразу же, сразу же, в этот же день три раза вслух кому-то это рассказываю. Чтобы у тебя эта информация, она встроилась в твой внутренний мир и легко из тебя выходила. Чтобы появилась там мышечная память, чтобы нейронные сети там запомнили. И ты три раза, когда ты рассказал, уже эта мысль встроилась. Но если она крутая, то мне нравятся эти мысли такие. Они новые мысли, они как семена в голове. И четвертое П, это то, что я узнал у Алексея Бессонова, чемпиона мира по запоминанию в Харькове. Он говорит, что есть такая, называется так, кривая забывания Эббенгауза. То есть, еще сто лет назад был психолог Эббенгауз, который выявил конкретное, ну, то есть, исследование, там, статистика и так далее, что человек, когда что-то узнает новое, то он забывает, там, чуть ли не 90% первые 15 минут. Потом, первый день он забывает 90% из оставшегося. Потом, через неделю, он уже забывает практически все, и через месяц у него почти ноль остается. Поэтому он сказал, что нужно повторить первый раз через 15 минут после того, как ты что-то изучил, второй раз нужно повторить через час, третий раз через день, четвертый раз через неделю, и пятый раз через месяц. То есть, четвертое П, это повторение. Нужно свои выводы, вот эти вот три, ввести в какой-то тетрадке, и их еще повторять. В этом случае, ты реально берешь из книги работающие мысли, которые, если эксперт ее написал, проверено. То есть, если эта книга реально крутая, и прям сказали люди, да, она помогает, да, то есть, нужно просто взять ее. Я вот теперь как раз поняла принцип, как это вставить в свою систему. Вот это он, да? Анонсируйте свое мероприятие, мега крутое. У меня есть программа, которая называется «Действуй удвойся». Это онлайн программа, 30-дневная, там собрано 20 главных инструментов. Например, вот первый инструмент, это как читать. То есть, если человек научился брать из книг информацию, то он получил просто, ну, эльдорадо, потому что вся информация о мире есть в книгах. Вот эта система сверхобучения 4П, это первый инструмент. Там есть 20 инструментов личной эффективности, которые, если человек их изучает за месяц, они делают его просто там, ну, совершенно другого уровня человеком, то есть, это как человек без компьютера и с компьютером. Это разные, да, возможности влиять. А что такое компьютер? Вот ты к первой категории, как раз. В общем, «Действуй удвойся», называется моя программа, 30-дневная онлайн программа, там 20 видеоуроков, там есть, каждому человеку мы даем личного коуча, который ему помогает. Это супер программа, и есть живая программа, будет в Тиеве в феврале месяце, это мегатренинг, то есть, это два дня, развивающие мероприятия, много разных тренеров, лучшие эксперты. Нужно просто зайти ко мне на сайт «Миндусеечком», найти программу «Действуй удвойся» и зарегистрироваться. Я, во-первых, 100%. Вам, кстати, подарок и та, эта программа, вам подарок, я хотел бы, чтобы вы опробовали, и потом сказали бы, вот как это работает, то есть, я уверен, что это работает, но мне очень важно, вы, во-первых, я хочу, чтобы вы достигли успеха, большего успеха, чем сегодня, реализовали свои цели, это моя миссия, то есть, моя миссия помогать людям реализовать свой потенциал. Я уверен, что это вам поможет. Единственное, что вам может помешать, это отсутствие желания. То есть, если человек не хочет… Я уже хочу завтра побежать, я хочу завести дневник, ну хотя бы с этого начну. Треба спочатку купить дневник, побежать с этим. Ицхак, от вас совет, что завтра каждый из нас, из зрителей должен сделать, чтобы уже завтра начала меняться жизнь. Самое лучшее, это начать делать зарядку, но немного, а именно поставить себе цель, вот я проснулся, минимум две минуты, и я обязательно сделаю упражнение, но ничего меня не остановит. И когда вы начинаете с этих двух минут, у вас появляется избыток энергии, он вас заставляет сделать еще две минуты. Потом у вас еще больше энергии, еще две минуты. И когда вы видите, что вот зарядка – это ключевой параметр, который особенно, когда людям… Вот что происходит? Человек, когда молодой, у него много дури, но мало мозгов. Человек, который уже становится постарше, у него ума больше опыта, но у него нет энергии, его уже не прет, он идет по накатанной. То есть вот я считаю, что начать процесс изменения человеку, который уже в нормальном возрасте, там после 25 лет, нужно с того, чтобы сделать то, что обязан сделать каждый здоровый человек. Это доказано, человек создан для движения. Если человек не двигается 30 минут в день активно, то он не может нормально функционировать. Телу не хочется делать зарядку, это вот то, что называется лень. Но если ты сумел себя заставить делать зарядку и заниматься ежедневно спортом, ты все остальное у тебя получится. Дальше нужно просто брать знания и применять. То есть главное вот именно победить себя в этом. Я управляю своим телом, я себя каждый день заставляю двигаться, у меня из-за этого больше энергии, больше сил, больше возможностей, и дальше я уже к этому добавляю все остальное. Я буду делать фотоотчет, обещаю, в соцсетях. А, в соцсетях, я думал, ты мне нет. Я буду своим примером тоже мотивировать. Я жутко ленивый человек. Давай так, по-людски, я понимаю, что очень тяжко сразу начать зарядку бегать, ты не пробежишь, не выставишь в соцмережу. Давай хотя бы там доларьев 500. Мне. Дзюзьки. 100 гривен. 100 гривен. 100 гривен идеально. Пожалуйста. А на мереже ж можно заплатить. Я советую, я советую сделать так, чтобы минимум две минуты. Это вот мое открытие. То есть не надо на первом этапе вот эти все там 30 минут, поездки. Как дурные шопочи выложили. Это все не нужно. Нужно дома проснулся, сделал планочку, подышал, понаклонялся, все и послал. А дышать мы научились сегодня. Да, нужно привыкнуть к этому. То есть нужно себя приучить. Нужно приучить себя к мысли, что это не тяжело. Потому что если идти вот по этой схеме, о, это уже тяжко. Это вообще не тяжко. Это норма. Тяжело чистить зубы или не тяжело? Это норма. Нормально. Это норма, да. Первое, я начинаю двигаться. И это не тяжело. Это для меня нормально. Супер. Я иду по вашему плану и в феврале встретимся. Да, мы вам дякуем, Исхака. Тут разговор просто неймоверная. Что? Можно подытожить, так? И тоже. Друзья, бегаем. Щоденник, планер. И что? Только здоровыми вы можете досягти своих целей и своего собственного успеха. Это вечер на 8. Залишайтесь с нами. Сказал. Мойбутний президент Украины Юр Кладонник. Ты справишься, не переживай. Сейчас берем курс на село. Друзья, как вы понимаете, это вечер на 8. Я гадаю, что все было бы наскільки сложно. Я розмирковывал, как это будет происходить. Все очень легко. Неймоверно вышло интервью, неймоверно вышла размова. Для того, чтобы стать успешным, богатым, счастливым, в первую очередь. И усмехаться, как Наталя. Подивиться на ней. Ну, хорошо, правда? Треба что? Треба просто взяти и бегте. Зранку, вечерин, цілий день. И тогда у вас все будет на высоте, правда? Залишайтесь на 8, а мы побегли. Все, па-па.